Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я хочу изготовить стример, который практически можно изготовить на коленке. Берем обыкновенный крючок вот такой формы, вроде бы как и карповый, вроде бы и не карповый, обыкновенный, который, образно говоря, у нас в магазине стоит 30 копеек. Почему? Потому что будут изготавливаться эти стримера для такой рыбалки, где большой расход идет вот у нас наших мушек. Поэтому я подбираю, чтобы была хорошая жала, хорошая проволока, соответствующая. И понятное дело, что по сумме одной гривны я могу изготовить, образно говоря, 4 крючка вместо одного хорошего. Но эти крючки себя зарекомендовали. Пробуйте первым делом, так, чтобы проволока была достаточно жесткая. И мы сейчас подготовим этот крючок под свои нужды. Если будем гнуть, сразу обломаем колечко. Я беру обыкновенную зажигалку турбо, чтобы тепло не переходило на другой элемент моего крючка, на цевьё. Я делаю теплоотвод. И зажигалкой турбо грею место, где я буду подгибать колечко, до красноты. Нагрели, не отпускаем. И теперь берем, как нам удобно. Хотите вверх сделайте лососевую, хотите вниз, это как вам будет заблагорассудиться. Вот я подогнул колечко. Гарантирую, если вы подберёте определённое количество, допустим, и качество крючка, то сможете потом без всяких проблем изготавливать для себя, выгибать, как захотите. Хотите под ним, хотите под червячков, жучков, всё, что вам заблагорассудится. И просто, потому что мы по-любому потом будем с вами это всё покрывать лаком, я для того, чтобы не было никаких вопросов, беру чёрный фломастер спиртовой и промазываю жало. Теперь перейдём к огрузке. Мой друг Олег презентовал мне хороший вот такой кусок листового свинца, из которого я отрезаю определённой ширины длины полоски и с ними работаю. В конечном итоге я потом под определённые крючки у меня остаются определённой величины мои свинцовые как бы матрицы, из которых я под, допустим, такой крючок, чтобы не было расхода свинца, я спокойно отрезаю полосочку порядка до миллиметра. Можно и миллиметр, если вы сможете хорошо и красиво закрутить наше тело. Клей. Клей я использую вот такой. Он бывает как гелевый вот этой фирмы, это не реклама. Как гелевый, так и обыкновенный быстрого схватывания, который, как обычно называют, момент или секунда. Секундный клей. Совсем-совсем немножко в районе нашей середины крючка я нанёс капельку клея и беру этот свинец. Свинец может быть практически любой, но понятное дело, что от аккумуляторов желательно не использовать, потому что он достаточно жёсткий. Если вам рассказывать, как его сделать мягким, это у нас уйдёт не один фильм. Вам это не надо. В крайнем случае можете спокойно себе заказать определённое количество материала, который вам можно будет приобрести в интернете. Он стоит практически копейки относительно, допустим, тех работ. Вот я для себя здесь написал, сколько, каким диаметром, я перепроверяю всё и какое количество. И вот такой наборчик стоит где-то порядка 7-8 гривен. Хватает на бесконечное количество наших мушек. Проматываем немножко, не доходя, буквально 1 миллиметр до жала. И сразу ноготком или ножницами подравниваем края нашего свинца. Теперь промажем совсем немножко клеем сверху. Свинец у нас уже достаточно прихватился. Изготавливать тело мы будем не столь изысканным. Поэтому, исходя из этого, нам можно использовать здесь любой свинец. Потому что величина крючка нам позволяет. Нить я беру порядка 6-0. И буквально подхватили и проматываем до конца нашего свинца. Чтобы не было нагромождения материалов, я обычно сразу начинаю здесь крепить хвостик и то, чем мы будем совершать обмотку. Хвостик я, как обычно, буду изготавливать. Вот есть остатки перьев, пуховая часть. Можно использовать пряжу. Можно использовать, допустим, можете изготовить для лучшей привлекательности из вот такого материала. Он чем-то напоминает юнифлосс. Можно обыкновенной нитке. Но, учитывая то, что у нас остаются материалы, которые вполне приводны для приготовления, почему мы должны их выбрасывать. Я отрезаю. Так как в этом случае у меня получается края значительно ровнее. И нет скомканности остатков бородок, которые получаются при отрывании пера. Вот приблизительно совсем вот такую небольшую щепоточку. Подводим к загибу нить. Небольшое сделаем вот такой шарик утолщения. И притяжной петлей парочку оборотиков подхватили. Посмотрели. Как видно, достаточно. Он не должен быть у нас выдающийся. Так как мы изготавливаем для поимки окуня. Для небольших сложных условий. Как-то на рыбалке вышла такая ситуация, что необходимо было просто, как у нас называют, по жабовнику ловить этого окуня, который хорошо кормился и гонял малька. Забросить очень было сложно. А еще сложнее было сделать хорошую качественную проводку. Поэтому я сейчас изготавливать буду стример, который идет на глубине где-то порядка 10-15 сантиметров, несмотря на то, что он нагружен. Беру обыкновенную, просто трансформаторную проволоку. Подберете по диаметру своего тела, крючка и всего остального. Беру обыкновенную. Вот такая нить. Она сама по себе была вытащена из обыкновенной тесьмы, которая продается в галагерейных магазинах. Простая обыкновенная тесьма. Но она была, я выбираю, флуоресцентная. Так, чтобы они хорошо отражали мой цвет. Крепим здесь. Также можно, если, допустим, вы захотите, можно использовать, вот я вам покажу, это вот обыкновенная фольга из упаковки. Тоже можно спокойно намотать тело. Так как я изготавливал, можете посмотреть стример курочка. Довольно-таки оригинальная и вполне подойдет для наших рыбалок. И теперь аккуратно все мы подровняем, сделаем небольшую конусность. Выполнили подложку. Желательно, чтобы, как я уже неоднократно говорил, она была белого цвета. Нитка также желательно, чтобы был полиэстер. И не сильно, совсем-совсем немножечко, для того, чтобы только начать, нам необходимо, вот, ну, сверху, снизу промазать нашим клеем. И теперь аккуратно стараемся создать симпатичное тело. Начинаем выполнять обмотку. Очень стараемся разглаживать, потому что все вот такие потом бугорки, ну, некрасиво, желательно, чтобы их не было. Несмотря на то, что мы все равно еще вскроем нашу мушку лаком. Этот сам по себе материал достаточно хорош, чем, что при намокании не теряет своего цвета и своей привлекательности. Поэтому оттенок можете выбирать для себя сами, какой вы захотите. Ну, в данный момент, допустим, для окуня, как мы ловили по мелководью, это вот буквально уже в холодное время, и пасмурный день, желательно, чтобы мушка была достаточно яркой. В обычный день или летом, конечно, расцветку надо подбирать будет более конкретно. Но скажу вам сразу, что почти всегда вот такие цвета и расцветки работают. Окунь неравнодушен у нас к таким флюоресетным цветам. Теперь я беру совсем другую нить, черного цвета. Толщина ее несколько меньше, чем ту, которую я изготавливал тело и вязал мушку. Закрепили. Не отпускаем материал. Перебрасываем бобинодержатель пару раз, для того, чтобы наши витки перехлестнулись с нашим материалом, который мы закрепляем. Закрепили. И теперь аккуратно удаляем все наши остатки. Берем для качественного крепления, добавляем буквально еще капельку клея на место крепления. И сделаем здесь небольшой узелочек. Обычно я почти всегда, когда при изготовлении для окуня, стараюсь лишний раз перестраховаться с материалом, которым я пользуюсь. То, что окунь очень жадный парень, рвет практически все, как хорошая щука. Кстати, щурята тоже не пропускают этот стример. И теперь, как обычно, я у хвостика, у меня выходит один полный оборот. И теперь приблизительно выберите для себя шаг. Я как бы проволокой делаю ребра нашей мушки, нашему телу. Можно использовать и люлик сголографический. Это как для вас будет удобно. Закрепили. Сделаем завершающий узел. И теперь уже отрежем окончательно нашу нить. Проволоку для того, чтобы не было острых углов, я обычно беру и отламываю. Вот так. Теперь нам необходимо наш хвостик. Слегка все буквально вот так бородочки, какие есть нашего пера. Можно даже увлажнить пальцы. И по загиб отрезать. Так как изготавливается Red Tack. В данный момент, чем короче, тем лучше. Будет меньше холостых поклевок. Ну и теперь нам остается только лишь взять лак. Лак я показывал, как всегда я использую, вот чешской фирмы. Можно использовать любой, какой вы захотите, или какой у вас есть. Но это лак-клей, который глубокого проникновения. И буквально совсем-совсем немножко, чтобы только лишь подхватить наши ребра и наше тело наносим. И буквально придется нам хотя бы минут 20-25 подождать, пока оно все высохнет. Лак наш подсох. Я закрепил вот такое перышко гризли. Желательно подобрать перо так, чтобы бородки по величине доходили до жала крючка. В крайнем случае до середины нашего хвостика. Если нет, их можно потом будет сделать несколько по-другому. До этого момента все, как обычно, изготавливается с триммера. Теперь переходим к самому основному моменту. Немножко промотаем место крепления для нашего пера. И я выполню 2-3 оборота. Вот буквально 2 оборота мне будет достаточно. Перевожу перо в удобное для меня положение, чтобы его не сорвало ниткой. И аккуратненько перекидывая, креплю. Потом беру, отвожу вот так бородки слегка назад. Закреплю нашу нить. и переходим к самому ответственному моменту. Нам теперь необходимо я сейчас удалю остатки пера. чтобы было вам видно. И теперь беру слегка увлажнив пальцы рук, делаю вот такое движение, увожу все бородки, какие только попадаются мне под руки, деля, поделив их на две равные части, увожу все получается вниз, ну, выйдет у нас вверх. И как обычно, когда мы изготавливали горлышко для наших мушек с использованием опушки, выполним здесь, закрепим наше перо. у вас должна выйти вот такая конструкция, как у меня. Все бородки у нас, которые мы обматывали перо, вышли наверх и у нас получился довольно-таки упругий ёршик. Теперь нам необходимо исполнить горлышко. Я буду изготавливать это, покажу просто один из методов. Беру остаток пера оранжевого цвета. Выбираю определенное количество бородок, складываю их вот так пополам и отрезаю, отрываю. Это уже второй способ, который, как вы захотите, так вы будете его использовать. Складываем все бородки вместе. они у нас уже относительно выровнены. Остается только лишь нам примерить с вами ту длину, которая нам необходима. Нанесли на место крепления нашего с вами ёршика капельку клея. я подровнял длину моих бородок так, чтобы мне хватило до жала крючка. И теперь подкрутить необходимо нитку, чтобы она у нас была не ровницей, а скрученной. И закрепим здесь наше перо. закрепили нашу бородку, отрезали нить, и я капнул капельку лака для завершения нашего стримера. Как вы видите, за счет жесткости наших перьев, которые имеются, будут иметь хорошую плавучесть и в то же время хорошую привлекательность для нашей рыбы. В более меньшем варианте хорошо реагирует плотва красноперка. То есть этот стример изготовился под какие-то определенные конкретные условия рыбалки. Как я говорю, мелководье, заросшее растительностью, с небольшими окнами и так, чтобы была глубина где-то 10-15 сантиметров погружения стримера. Если изготовить его с латунной головкой, можно спокойно забрасывать ультралайтом. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!